Друзья, приветствую! Сейчас мы с вами будем разбирать мелодию из фильма «Шербургские зонтики». Достаточно распространенная и популярная мелодия. И прежде чем мы приступим к разбору, я предлагаю один раз прослушать эту композицию, для того чтобы было представление о том, как она звучит и что это за аранжировка. Единственное, внесу небольшую ремарку, для того чтобы у вас не вызвало смущения наличие каподастера у меня на первом ладу, когда я сейчас буду исполнять эту композицию. Я ее играл некоторое время назад и тогда очень сильно увлекался различными тональностями. И вот для того, чтобы поэкспериментировать со звуком, я сыграл эту мелодию в себе моль миноре. Но мы сейчас то, что будем разбирать с вами аппликатуру, это аппликатура один в один, как звучит в этом видео. Просто вам нужно будет снять каподастер и учить вместе со мной мелодию, зажимая пальцы на тех ладах, на которых я буду показывать, и, соответственно, щипая нужные струны. После того, как вы заучите эту мелодию, и если захотите тоже ее сыграть в той же тональности, в которой вы сейчас ее услышите, просто каподастер надеваете на первый лад и играйте мелодию так, как вы ее заучили один в один без каподастера. Желаю приятного прослушивания и приятных репетиций. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, мы приступаем к видеоразбору песни из фильма «Шербургские зонтики». Для начала мы зажимаем мизинцем четвертый лад на второй струне, щипаем эту вторую струну, сразу же открытую первую, после этого третий лад на второй струне, вместе с пятой струной открытой мы щипаем. Вторую и пятую струны. Далее второй лад на третьей струне, сразу же первый лад на второй струне, и заново третью струну щипаем, она у нас на втором ладу уже зажата. После этого щипаем две открытых струны, пятую и вторую. Далее указательным пальцем левой руки зажимаем второй лад на третьей струне, далее безымянным пальцем четвертый лад на первой струне, сразу же пятый лад мизинцем зажимаем на первой струне, и потом мизинцем, вот так как на салазках, спускаемся до третьего лада. Первая струна, этот прием называется глиссанда, когда вот так вот скользите пальцем. Играем вот этот следующий такт. На третьем ладу первая струна, плюс четвертая открытая. Щипаем, две струны эти вместе. Дальше на третьей струне второй лад. После этого первая струна, первый лад. И снова на третьей струне второй лад. Продолжаем держать указательные средние пальцы и щипаем одновременно две струны, первую и четвертую. Далее на третью струну, она у нас уже зажата на втором ладу. После этого безымянным пальцем зажимаем второй лад на второй струне, щипаем и сразу же третий лад мизинцем на второй струне. Теперь я медленно сыграю всю эту строчку, чтобы было понятно, как у нас движется мелодия. Сначала играем. Хорошо. Двигаемся дальше. Шестой такт. Указательный палец на вторую струну, первый лад на левой руке, безымянный палец левой руки на третий лад шестой струны. Одновременно щипаем эти две струны, шестую и вторую. Открытую третью, открытую вторую и снова открытую третью. Теперь обратите внимание, безымянный палец мы не снимали на протяжении всего лада. Так-то. Он у нас на этом ладу зажимал струну. Следующий такт у нас такая же с вами история. Стараемся безымянный палец с шестой струны не снимать. Добавляем еще на третьей струне второй лад. Щипаем одновременно шестую струну и третью. Теперь открытую третью струну. Снимаем второй палец. Продолжаем держать безымянный. Напоминаю. Второй палец теперь мы ставим на второй лад первой струны. И мизинцем зажимаем третий лад на первой струне. По возможности лучше продержать, как мы сейчас с вами играли, безымянный палец до конца такта. Если уже совсем не в моготу, не привыкли растягивать пальцы, тогда хотя бы первую парочку нот вот так задержать, а потом можно убрать. Следующий такт играем. Первый палец на первой струне первый лад. Третий палец на третий лад пятой струны. Щипаем одновременно первую и пятую струны. Открытую третью струну. Открытую первую. Снова третью открытую. Дальше указательный палец зажимаем на втором ладу на пятой струне. А второй палец на второй лад третьей струны. Одновременно щипаем первую и пятую струны. И вот у нас уже второй палец, он приготовлен на третьей струне. Щипаем третью струну. Продолжаем держать эти пальцы. Теперь щипаем мизинцем, точнее зажимаем мизинцем четвертый лад на второй струне. Щипаем ее и открытую первую струну. Обратите внимание, что эти пальцы мы продолжаем держать. Это нужно для того, чтобы в процессе игры не терялся объем звучания композиции. После того, как мы сыграли этот такт, переключаемся к следующему такту. Играем пятую струну открытую и вторую струну, зажатую на третьем ладу. У нас будет очень похожий фрагмент, как мы в самом начале играли. Выщипаем эти две струны, пятую и вторую. Далее второй палец на третьей струне, на второй лад. И указательный палец, теперь первый палец на первую лад второй струны. И опять снова третью струну мы щипаем, она у нас уже зажата вторым пальцем на вторую ладу. Теперь еще раз эту строчку я медленно сыграю, для того, чтобы картина более-менее была ясна уже в этом фрагменте. Играем с самого начала эту строчку. Все, сыграли. Двигаемся дальше. Играем одиннадцатый такт. Щипаем одновременно пятую струну и вторую открытые. Далее указательным пальцем на третьей струне второй лад зажимаем, щипаем третью струну. Тянемся до четвертого лада на первой струне, безымянным пальцем левой руки. Мизинцем сразу же зажимаем пятый лад на первой струне. И проезжаем уже знакомый нам прием глиссанда с пятого лада до третьего лада мизинцем. Щипаем одновременно две струны. Первую струну, зажатую на третьем ладу, и четвертую открытую. Второй лад на третьей струне, первый лад на первой струне, и снова третью струну щипаем, она у нас зажата. Далее пальцы продолжаем держать, играем следующий такт. Одновременно щипаем первую и четвертую струну Первая на первом ладу зажата, четвертая открытая Второй лад на третьей струне Открытая первая Третий лад на второй струне После этого второй палец мы продолжаем держать Мы просто добавляем указательный палец на первый лад второй струны Мизинец снимаем И щипаем одновременно четыре струны Шестую, третью, вторую и первую Далее мизинцем пятый лад на первой струне Указательным пальцем на третьей струне второй лад Вместе с пятой струной открытой После этого вместо вот этого пальца указательного Мы подставляем безымянный палец на третьей струне второй лад А второй палец мы кладем на второй лад пятой струны Зажали Одновременно щипаем теперь три струны Пятую, третью, вторую Открытую, первую Потом второй палец спускаем с пятой струны на четвертую струну на второй лад И щипаем две струны одновременно Шестую и четвертую И после этого играем на втором ладу Третью струну зажимаем и пятую струну Две струны играем одновременно Третью и пятую Далее играем четвертый лад Четвертая струна, второй лад Пятая струна, третий лад Пятая струна, второй лад И открытая пятая струна Вот таким образом у нас заканчивается первая часть Первой части, так скажем Потому что дальше у нас идёт две ноточки Четвёртый лад на второй струне и открытая первая А потом вот этот значок, две точки Тонкая черта и жирная черта Означает, что нам с вами нужно вернуться На самое начало к значку доллара Похоже на доллар, этот значок называется сенью Вот сейчас мы возвращаемся и играем с этого же значка дальше Как будто бы сначала Я уже не буду сейчас разбирать Просто наиграю Вот у нас подходит к концу первая строчка Вторая строчка пошла с шестого такта И после этого, когда мы перемещаемся уже на следующую строчку Мы играем не шестнадцатый и семнадцатый такт А играем восемнадцатый и девятнадцатый такты Для этого нам нужно будет на второй лад третьей струны Положить второй палец Зажали эту ноту Одновременно щипаем третью и пятую струны Потом второй лад на четвёртой струне Третий лад на пятой струне Второй лад на пятой струне И открытая пятая струна Всё Теперь обратите внимание, что у нас здесь есть слово финэ Прямо над нотным станом Вот к этому слову нам нужно будет ещё возвратиться После того, как мы поиграем вторую часть Которую сейчас с вами будем разбирать И так как мы с вами сейчас играли первый раз Доиграли до семнадцатого такта Потом нужно будет возвратиться к значку сеньо И после этого ещё раз играть всю первую страничку Только уже за вторым разом не играть шестнадцатый и семнадцатый такт А сразу поиграть восемнадцатый и девятнадцатый такты Вот таким образом Хорошо, двигаемся дальше Теперь переключаемся ко второй части Щипаем две струны одновременно Первая струна на третьем ладу зажатая Четвёртая открытая Ещё раз первую струну щипаем Теперь указательным пальцем на первом ладу на первой струне зажимаем А вторым пальцем на третьей струне второй лад И обратите внимание, что сейчас третью струну нужно будет играть большим пальцем правой руки Щипаем две струны одновременно Третью и первую Потом один и первую Она у нас зажата на первом ладу указательным пальцем И один в один повторяем заново этот же рисунок На первой струне третий лад Мизинца плюс четвёртая открытая Ещё раз первая Теперь первая струна на первом ладу, третья струна на втором ладу зажата. Одновременно щипаем эти две струны, первую и третью, и еще раз первую. У нас получится, что этот такт звучит следующим образом. После этого мы указательным пальцем зажимаем третий лад на шестой струне, мизинцем на первой струне пятый лад. Одновременно щипаем эти две струны. Потом третью струну отдельно мы щипаем. После этого на третьем ладу на первой струне зажимаем второй палец Щипаем одновременно две струны, первую и вторую И один на третью струну Потом у нас такая рокировка происходит На первый лад первой струны мы указательный палец перемещаем А на третий лад шестой струны мы ставим третий палец Одновременно щипаем первую и шестую струны И две струны снова одновременно щипаем вторую и третью Послушайте, как звучит эта первая строчка Тут немножко в длительностях нужно тоже соблюсти баланс Вот эти ноточки звучат относительно быстро Вот мы играем с самого начала строчки А вот эти ноты медленно Дальше играем Указательный палец оставляем на первом ладу первой струны Безымянный палец перемещаем на пятый лад Точнее на пятую струну, третий лад Одновременно щипаем две струны, первую и пятую Еще раз отдельно первую Теперь первую струну вместе с третьей Третью мы также играем большим пальцем правой руки Одновременно открытые первая и третья Еще раз отдельно первая Снова зажимаем первый лад на первой струне И третий лад на пятой струне Одновременно щипаем первую и пятую струны Открытые первую и третью струны Снова щипаем Отдельно первую струну Потом нам нужно будет зажать указательным пальцем Барре на первом ладу Зажимаем все шесть струн Мизинцем третий лад на первой струне Щипаем одновременно Второй палец теперь кладем на второй лад третьей струны Щипаем отдельно третью струну Мизинец снимаем левой рукой То, что мы держали Сейчас третий лад снимаем Одновременно щипаем две струны Первую и вторую Отдельно щипаем третью струну Она у нас зажата вторым пальцем Теперь смотрите, какой мы делаем ход Второй палец мы оставляем на месте На втором ладу третьей струны И указательный тоже на шестой струне первый лад Но указательный палец мы немножечко приподнимаем Вот так вот над струнами Одновременно щипаем шестую струну Она будет зажата у нас на первом ладу И открытая первая Потом добавляем еще на четвертой струне третий лад А на третьей стороне второй лад у нас уже зажат И щипаем одновременно две струны Третью и четвертую Обратите внимание Теперь я сейчас сначала сыграю эту строчку Как у нас все звучит Очень медленно буду играть Чтобы было понятно в контексте Играем дальше Можно не снимать безымянный палец С третьего лада четвертой струны В принципе можно не снимать и со второго лада С третьей струны второй палец Но его можно убрать Я не убираю Смотрите как вам удобнее Дальше мы каким образом Переставляем указательный палец Вот у нас был на шестой струне на первом ладу Мы переставляем на второй лад Пятой струны Играем одновременно две струны Открытую первую И пятую струну Зажатую на втором ладу указательным пальцем Один на первую струну Играем Теперь мизинец Добавляем на третий лад второй струны И вместе с четвертой струной Которая зажата у нас на третьем ладу Щипаем две ноты Вторую Получается струну И четвертую Отдельно щипаем вторую струну И теперь этот рисуночек снова повторяем Пятая струна вместе с первой Отдельно первая Четвертая струна вместе со второй И отдельно вторая струна Потом смотрите, что мы с вами делаем Безымянный и мизинец мы снимаем Указательный и средний Двигаем вниз по диагонали таким образом Чтобы у нас средний оказался на первом ладу на первой струне А указательный на первом ладу на третьей струне Щипаем одновременно шестую и первую струны Третью струну отдельно Убираем второй палец с первой струны Одновременно щипаем первую и вторую струны И снова третью струну Дальше продолжаем держать указательный палец Добавляем мизинец на третий лад второй струны Одновременно щипаем шестую вместе со второй струнами Добавляем второй палец на четвертую струну на второй лад Указательный, как видите, у нас держит третью струну Щипаем третью и четвертую струны и отдельно щипаем вторую струну, которая у нас продолжает быть зажата на третьем ладу мизинца. Теперь играем 26 такт, следующая строчка. Одновременно щипаем вторую струну, зажатую на первом ладу, плюс пятую струну, открытую. Дальше на четвертой струне второй лад, на пятой струне третий лад, пятую струну играем большим пальцем правой руки. И снова четвертую струну на втором ладу. Дальше переставляем на пятую струну второй палец, щипаем отдельно пятую струну. Теперь две быстрых ноты. Открытая вторая струна и сразу же первый лад на второй струне. Теперь одновременно играем две струны, вторую и четвертую. На второй струне третий лад, мизинцем зажимаем. На четвертой струне третий лад, безымянным зажимаем. Щипаем эти две струны. Дальше на второй лад третьей струны кладем второй палец Щипаем отдельно третью струну После этого две открытых струны, вторая и шестая Далее мы играем на пятой струне второй лад На четвертой струне второй лад На третьей струне второй лад Обратите внимание, как мы сыграли вторым пальцем, третьим, четвертым Потом играем одновременно две струны Третью на первую ладу зажатую и открытую шестую Здесь у нас заканчивается, по сути, вторая часть После этого мы играем две ноточки На четвертом ладу вторая струна, открытая струна первая И обратите внимание, над нотным станом написано D.S.Alfine Да, это получается до сенью альфины То есть мы с вами сейчас с самого начала прыгаем на значок Который у нас похож на букву S и на доллар Называется он сенью И играем отсюда, как сначала Помните, мы этот момент с вами уже обсуждали И вот мы играем, получается, первую страничку С повторами, как мы и учили На этом композиция заканчивается Я не буду больше занимать вашего времени И так думаю, что мы сегодня хорошо поработали Репетируйте, занимайтесь Желаю вам всего самого наилучшего Добра, мира, любви, здоровья и всех благ До новых встреч в новых разборах Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok